Генеалогическое древо рода Рахманиновых, раритетные записи произведений композитора, фотографии Сергея Васильевича в кругу семьи и друзей из Фонда Российского Национального Музея Музыки теперь можно увидеть и услышать в Ульяновском историко-мемориальном центре музея Гончарова на выставке Сергей Рахманинов «Я русский композитор». Она приурочена к 150-летию маэстро. Мы являемся самым крупным хранителем наследия Рахманинова в мире и в нашей стране. Мы храним 3700 единиц хранения. Весь архив Рахманин находится у нас. Мы делаем достаточно большое количество выставок. Но вот эта выставка – это такая выставка, которая отвечает на несколько вопросов. Кто такой Рахманинов и его три главные направления деятельности в жизни. Это композитор, пианист и дирижер. Как сказал Михаил Брызгалов, в основу названия выставки вошла цитата Сергея Васильевича. Несмотря на то, что ему пришлось долгое время жить за границей, он считал себя русским композитором и всегда мечтал вернуться на родину, в Россию и работать здесь. Но его мечте не суждено было исполниться. Зато он оставил богатое музыкальное наследие, проникнутое любовью к России, тоске по ней. Благодаря новым технологиям на выставке можно перейти по QR-коду и услышать уникальные записи из фондов Российского национального музея музыки, фортепианных произведений Рахманинова в исполнении автора. Сама жизнь сегодня определила, что Рахманинова стоит высоко-высоко, вместе с именем Чайковского, вместе с именем Толстого, вместе с именем Достоевского, что русскую культуру нельзя просто так запретить или отменить почему-то решению. Экспозиция дополнена материалами из фондов Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова, нотами и предметами той эпохи. Один из ярких экспонатов – фотография близкого друга Рахманинова Фёдора Шаляпина с автографом выдающегося певца.